МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любили граждане играть в шашки, шахматы и карты. А еще в то время была модная игра в фантазии. Суть ее заключалась в следующем. Игроки заранее собирали конфетные обертки, складывали их по правилам, получались конфетные биты. Ими надо было закрыть биту противника. Победитель забирал все конфетные обертки, которые на время игры становились своеобразной валютой, стоимостью от одной копейки до рубля. 30 декабря 1926 года в постоянную эксплуатацию была принята Самарская широковещательная радиостанция. История радио в Самаре началась в 1918 году, когда появились так называемые почтовые радиостанции. Через 8 лет была построена широковещательная радиостанция, которая получила название РВ-16. Ее пробные передачи начались в ноябре 1926. Сельские жители не сразу адекватно восприняли голос, идущий с приемника. Многие считали, что это происки нечистой силы. В начале 1927 года Самарская газета «Коммуна» опубликовала первую местную программу радиопередач. А уже в феврале того года в столице губернии работали 560 радиотрансляционных точек, большинство из которых были установлены на улицах и в общественных учреждениях. 30 декабря 1970 года в поселке Безинчу в Куйбышевской области вплотную занялись Небесной канцелярией. Приволжское управление гидрометеослужбы запустило в действие новую аэрологическую станцию. С ее помощью можно было наблюдать за погодой в верхних слоях атмосферы. В 30-й день декабря на свет появились великий князь московский Василий I. Английский писатель и поэт, нобелевский лауреат, автор рассказов о судьбе Маугли книги «Джунгли» Джозеф Редьерд Киплинг. Советский писатель и поэт Даниил Ювачев, более известный под псевдонимом «Хармс». Советский композитор, народный артист СССР, общественный деятель Дмитрий Кабалевский. Советская эстрадная певица, заслуженная артистка России Валентина Легкоступова. Российский актер театра и кино Кирилл Плетнев и многие другие знаменитости. Именины сегодня отмечают Александры, Даниила, Дениса, Ивана, Никиты, Николая, Петры и Сергея. Сегодня Данила в день. На Руси в эту пору девушки пытались получить о святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трех лавровых листах писали имена трех его друзей – Анания, Азария и Месаила – и клали под подушку. Ночью непременно должен был привидеться с ужиной. Наши предки говорили, что Данила декабрь торопит, приближает Новый год и Рождество. В этот день особое внимание уделяли огню. Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла охватило, замечали люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом, «разгони огонь в темноту, постращай стужу». Обращали внимание в этот день и на приметы погоды. Считалось, что если на Данила, на деревьях появится иней, то святки будут теплыми. Если же начиналась метель, это говорило о том, что летом пчелы будут хорошо роиться. Таким был в истории предпоследний день первого месяца зимы, он же предпоследний день уходящего года. Удачного вам 30 декабря! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова